К 8.15 в садик. Я тебя увезла. Теперь быстрый перерыв до полчетвёртого. Самая сложная работа в мире. Смотри, маму Кайло выписали из реабилитации. Привет, малыш! Привет, Джанет. И спасибо за письмо с извинениями. Индивидуальное было бы лучше, но и общее для всего класса тоже сойдёт. Хорошего дня, Стюи! О, боже, пусть это будет собака. Пусть будет собака. Парни, простите, что поздно я смотрел маппет-шоу со Стюи. Пора играть в оркестру. Пора зажечь огни. Мы начинаем шоу-шоу маппетов сейчас. Это откуда? Пора лицо разрисовать. Пора приоритеться. Пора поднять кулисы маппет-шоу начинать. Зачем мы сюда приходим? Ума не приложу. Это какая-то пытка. Приходится смотреть это шоу. Магазин музыки. Кругом лучшие альбомы в истории и продавцы, которые ненавидят каждый из них. У вас есть лучшие хиты, Иглз? Да, он под буквой «П», как раз в пресловутый. И в переоценённый. Спасибо, бородатые лузеры. Вы что, парни, это на ходу придумали? Парни, я хочу познакомить вас с моей невестой, Рэйчел. Она замечательная женщина. И она племянница Мэдлин Олбрейт. О, рад знакомству, Рэйчел. Нет. Если хочешь поздороваться за руку, делай это в перчатках. Я знаю, что это неожиданно, но у меня хорошее предложение от отменённой бармитсвы.ком. В среду моя свадьба, и вы все приглашены. Я не смогу. В новом Орлеане. Прийти в одиночку. Возьму семью. Я за. Да. И ещё бы. Ах, Новый Орлеан. Смесь удачи Пуэрто-Рико и москитов Гаити. О, боже, это ребёнок. Это Дак. Хорошее попадание, сучка. Ещё и трусы с Эльзой. Этот день становится всё лучше. Знаете, именно в таких магазинах узнаёшь историю рок-н-ролла. А не то жидкое дерьмо в фильмах про музыкантов. Да, я во всех пою. Одна история. Не поддерживающие родителей, потом песни хит, ссоры в группе. Огромные лошадиные зубы, смерть от спида. Все абсолютно одинаковые. Новый Орлеан! Не терпится выйти на балкон и показать близняшек. Ты слышала, что я сказала? Я сказала, что мне не терпится выйти на балкон и... Да слышала я тебя. Кажется, тут немного влажно. Спасибо вам, что пришли. Могу я предложить вам напитки? Я обойдусь, но Мама Дага предпочтёт три мартини, а потом незащищённый секс со своим боссом на работе. Смотрите, взять, к примеру, Дорс. Джим Моррисон легендарен. Нравится это нам или нет? Он додумался умереть до того, как мы бы увидели его в казино Пичанга и спросили, «О, Боже, это он?» А каждое утро с 7 до 10 у нас комплиментарный завтрак. Комплиментарный завтрак? Только представьте себе. Вот это да. Вам принести кофе? Кофе? Только представьте себе. Вот это да. Время плавать в кофе. Время поплескаться. Как эта маппет песня попала мне в голову. А отец Дага хочет выпить стакан тёплой воды и не зарабатывать больше тридцатки в год до конца жизни. Вот мы и начинаем. Окей. Спасибо. Я Рэймон Зерик. А как тебя зовут? Джим Моррисон. Сожги мой огонь. Подожди-ка, стоп. Что ты сейчас сказал? Сожги мой огонь? Да, это. Это может быть песни, которые будут терпеть поколениями. Может, создадим группу? Что скажешь? Группу? Но сейчас 60-е, и у нас не хватит стольких кривотрясов на группу. Вы что, создаете группу? Давайте мы с вами. Да, вы оба приняты. Мы будем знаменитые парни. И ничто нам не помешает. Ни наркота, ни алкоголь, ни первые токсичные отношения, которые будут сначала у меня. Рэйчел, я люблю тебя. И сегодня мы связываем наши сердца, жизни и мошеннические ипэшки. Морд. Пусть мой иплантарный фасцит послужат корнями нашего древа жизни. Мы изменим наши жизни вместе, как носки меняют мои лодыжки каждый день. Я так рада, что мы совместим салфетки в моем кармане с салфетками в твоем кармане. Рэйчел, пока ты со мной, я заслужу город за любую рождественскую инсталляцию. Понятно. В общем, мне очень жаль обо всем этом. Я просто не увидела малыша. Может, вам стоит глаза проверить? Я ценю, что это было случайно, но тем не менее, мы наняли адвоката. Но должен же быть какой-то способ загладить вину, кроме иска. Что ж, это мои выходные с Дагом, но я иду на Лану Дель Рей с нашей бывшей няней Джессикой. Ей 24, так что в эти выходные, в качестве компенсации, вы можете построить домик на дереве, который я делать не хочу. Осторожно! Дорогу легко манипулируемой беглянки. Пошли вы, парни! Я иду за той рейди, и ничего вы мне не сделаете. Я есть, Дорс! Джим, не глупи. Мы даже еще не назвали себя так. Слушайте, скажу без обидников, я скучаю по вам, ублюдки. Спасибо. Я Чарльз Мэнсон. А тебя как зовут? Джим Моррисон, убить Шерон Тейтс. Подожди-ка, что ты сейчас сказал? Повтори. Я клянусь кормить тебя, заполнив дом худшим вином в мире, и готовить картошку и яблочный соус, как никто в мире. А я клянусь, украсить наши стены лишь картинами цветных семидесятников. Морт, мы как две горошинки в стручке. Мы подходим друг к другу. Ты как целлофановая бёртка для моей мебели. А ты маленький пузырёк слюны в уголке моего рта. Морт, ты мой человек навсегда. Ладно, раз вы хотите, чтобы я это сделала, Питер и мои дети построят вам домик. По рукам. Хорошо. Теперь мы будем неловко сидеть, пока моя мама проводит твою экскурсию по дому, которую экскурсия не заслуживает. А это комната рядом с той, в которой мы только что были. О, какой интересный дом. Вот как танцуют женщины под наркотой. Да. Джим Моррисон, полюби меня дважды. Подожди-ка, что ты сейчас сказал? Повтори. Да будем мы продолжать пренебрегать другими водителями на дороге и считать стоп-знаки советами. А ты, Рэйчел, мой человек навсегда. Это прослужит нам Нетфликс-аккаунт дяди моей покойной бывшей жены еще долгие-долгие годы. Морт, будешь ли ты лелеять Рэйчел в болезни и в болезни? Буду. А ты, Рэйчел, будешь ли хранить ваш союз в плохие времена и в плохие? И я буду. Итак, миссис Гриффин, скажите, что видите. Я вижу корову в халате, стервятника в ковбойской шляпе и собаку. Пытающаяся заманить кошку в сушелку для одежды. Как я и думал. У вас дальнозоркость. О нет, и что мне теперь делать? Ну, я не доктор, но у вас два выбора. Очки или лазерная коррекция. Это операция, про которую все рассказывают друзьям? Да, это аналог веганства, только среди операций. Так. Продолжение следует...